Привет, друзья! Подписчики мои! Ну что ж, всё гениальное просто. И я придумал новую рубрику, которая называется «Сравнение наборов». И сегодня открывает нашу рубрику два легендарных набора. Это X-Wing, Люка Скайуокера, вроде бы да, это же Скайуокер, и вот такой вот корабль Мандалорцев. Два интересных набора, плюс-минус в одной категории наборов. Оба набора сразу быстрый экскурс. Оба набора вышли в 2021 году. В наборе X-Wing мы имеем 474 детали, 4 мини-фигурки. Да, R2-D2 это мини-фигурка. Цена у него была предложена 49 долларов, продавался он за 4 299 рублей. И артикул набора 75301. Я подготовился, не благодарите. И, естественно, наш любимый Мандалорский корабль под артикулом 75316. 2021 года выпуска. Здесь 544 детали, 3 мини-фигурки. Цена его была 59 долларов, а продавался он за 5 499 рублей. Ребятки, сразу скажу, буду каждый раз это говорить. Я говорю цену официальную, по которой нам предлагали его купить LEGO. То, что вы купили его по акции за 1000, вы молодцы. То, что вы нашли его на улице, вы красавчики. То, что вы смогли какие-то все потратить бонусы и купить его бесплатно, тоже круто. Я не помню, по чем они стоили мне, потому что XFIN мне подарили. А этот мы брали по какой-то сумасшедшей акции. Я, кстати, не помню, по чем мы его брали. Но не за 5 500 точно. Я за 5, по-моему, он стоил что-то 3 500. Я что-то такое. Я бы никогда не купил его за 5 500. Вот. Два набора прекрасные. Два набора шикарные. Но, к сожалению, оба эти набора одновременно и так себе. Недавно я их разобрал, помыл от пыли и собрал их заново. Сборка мне понравилась больше у корабля Мандалорского. Давайте рассмотрим фигурки. Что мы имеем? Значит, начнем мы, наверное, с XFIN'а. Посмотрим, что у нас было в нем. Итак, у нас есть вот такой чувак. Я все время забываю, как его зовут. Фигурка неплохая. Серебряный бластер. Очень даже симпатичная фигурка с приятной прической. Дальше у нас есть фигурочка Леи с легендарными вот этими рогаликами. И с мини-бластером, мини-пушечкой. Фигурка Люка Скайуокера. Но у него синий меч. Скорее всего, это именно Люк Скайуокер. Ну и, конечно же, легендарный дроид R2-D2. Но я бы не назвал этого дроида фигуркой, если честно. Правда. По функционалу. Что мы имеем? Они прокачали X-Wing. И теперь его X-крылья в боевой режим приводятся с помощью нажатия вот сюда. И это сделано гораздо интереснее. Со временем не разболтается. Причем они вот даже в таком состоянии. Ну, они раскрываются, конечно. Но не прям болтаются. Потому что X-Wing под Эммер, который у меня тоже есть, тоже подарок. Он... Ну, там резинка. И она со временем, конечно, разболтывается. И они прям вот так болтаются. Здесь потихонечку открывается. Но механизм там, конечно, мое почтение. Сюда можно разместить джедайский меч Люка световой. Да, лазерный. Или как он там называется. И вот сюда можно поставить R2-D2. По функционалу. Открывается кабина с принтами. Здесь у нас наклейки. Здесь у нас принтованная деталька. И в целом все. По факту это все, что мы получаем. Но у нас есть красиво оформленная задняя часть. И пара вот таких вот крутых бластеров. На самом деле, а что еще вы хотите от подобного набора? Уникальных фигурок нам не завезли. Чего-то, каких-то функций, фишечек тоже нет. Подставки, естественно, нет. Уходите в подставку, покупайте себе огромный UCS-набор. Это же всегда... А, единственное, что мне не нравится, это вот эти вот его лыжи. Лыжи прям передняя сделана просто максимально отвратительно. Это прям ужас какой-то. Вот. Что еще от X-Wing? Это X-Wing. Вы берете его в руку. Открываете кабину пилота. Засаживаете сюда люка. Вот так закрываете. И все. И полетели. На полке X-Wing смотрится, честно признаться, не очень. Потому что они занимают большую площадь. И издалека смотрятся не очень симпатично, честно признаться. Но этот X-Wing довольно, кстати, классный. Довольно симпатичный. Стандартный белый. И очень похожий на X-Wing. Из второго эпизода им переносит ответный удар. По-моему, это вот что-то оттуда. Именно на таком люк летел к Дагобе. А может это первый. Может это из финала вообще первого фильма. Новая надежда. Когда они там фигарили звезду смерти. Набор крутой, симпатичный. Четыре мифигурки у нас есть. Это всегда приятно. Хотя еще раз. R2-D2 фигурка я бы не назвал. И теперь корабль Мандалорский. У нас здесь есть вот такой злодей. Главный генерал. Вот такой злой. В потрясающем красном шлеме. Очень классный. Это, по-моему, из мультсериала набора. Есть две фигурки. Одна фигурка с черной башкой. Я вообще против такого. Потому что надо уже. Уже пора. Это же не Мандалорец. Уже пора ему лицо сделать. Ну, типа, клон. Ну, я не знаю. Хотя, Мандалорцы. Они же не клоны. Клоны-то другие типы. А это же... Ну, почему у них такое лицо? Непонятно. И фигурка Бока Танкрайс. Которая имеет еще рыжую прическу. Которая где-то у меня спрятана. Из минусов. Очень много. Казалось бы, вот эти пушки. Стволы. Они крутые. Они классные. Но их пять штук. Пять одинаковых бластеров. Никак не покреативили. Ничего. Я расстроен. Здесь из интересного. Только фигурка вот этого парня. Ну, и фигурка серебряных доспехов. Бока Танкрайс. Тоже, в принципе, неплохо. У меня уже много Мандалорцев. Вы знаете. У меня есть Боба Феты. У меня есть и Мандалорец. У меня есть и первый пак. Самый первый пак Мандалорцев. Там четыре фигурки синего цвета. Тоже с черными головами. Значит. И сам набор. Он вот такой. У нас здесь кабина для двух пилотов. Для Бока Тан и для второго. Такая же идентичная кабина. Идентичная деталь управления, как и была в X-Wing. И все. У нас есть здесь пара шутеров, которые неудобно нажимать в таком положении. Есть пара флик-ракеты. Называется флик-ракеты. Вот здесь. Потому что они так и назывались в свое время. Потом новый дизайн и все такое. Но эти прикольные. Чем эти, по крайней мере, нажимаются. Интересно. Сзади у нас вот здесь ничего. К сожалению, не открываются ни тайничка, никакого люка нету, чтобы спрятать там, допустим, амбундирование, бластер и прочее. Сзади какая-то штучка. Непонятно, для чего это и что. Но красивые желтые вот эти вот штуки здесь присутствуют. По фишкам. Фишка простая. У него поднимаются крылья вверх. Вот в таком положении. И мы получаем доступ к этим вот бластерам, шутерам. Все. Причем в таком формате он смотрится прям, ну, отстойно. На полке я снял вот эту вот часть. И на полке он у меня стоит вот в таком виде. Так он смотрится еще более-менее. Но в целом, честно признаться, я бы предпочел этот набор на что-нибудь обменять. Потому что... Ну, он прям грустный. Он прям грустный. Вроде выглядел красиво на коробке. Я не знаю, зачем я его купил. Просто мне захотелось фигурку вот этого вот красного по типу Дарта Мола. Но это не Дарта Мол. Дар Тарта Мол. Вот так. В целом, набор интересный, симпатичный. Я бы даже сказал, классный. Но, конечно, 5500 безумные деньги. И в целом, никакой смысловой нагрузки этот набор в себе не несет. Причем у него, смотри, как сделано. Вот если там хотя бы были лыжи, то здесь они сделали просто вот такие штучки, как типа приземляться. Все. А, вот эта штука еще здесь открывается. Но это просто, чтобы здесь вот немножко прикрыть сармату, так скажем. Вот и все. Вот такой набор. Какой нравится больше мне, я не знаю. В целом, мне что-то, признаться, не нравится ни тот, ни другой. Я бы предпочел иметь какие-нибудь другие наборы вместо двух этих. Потому что все-таки, наверное, я преисполнился в ЗВ-шке. Я бы предпочел иметь что-нибудь с Татуина. Какую-нибудь Кантину или Хижину Старикабена. Вот туда что-нибудь. А эти наборы, ну, они имеют место быть. Они из моей коллекции. Пусть будут, что могу сказать. Напишите ваше мнение касаемо двух этих наборов. С этим все, подписывайтесь на канал. Всем дочки, всем пока. Пока-пока.